Мы познакомим вас с решением от компании CyberArk, направленным на обеспечение безопасного доступа администраторов, то есть привилегированных пользователей, которые подключаются к системе и которых порой бывает очень трудно проконтролировать. Давайте возьмем построение системы обычной компании. С правой стороны мы видим целевые системы, которые направлены на организацию бизнеса, то есть те системы, без которых в принципе наш бизнес невозможен. Это могут быть почтовые сервера, Active Directory, может быть веб-сайт, неважно. С левой стороны это наши пользователи, учетные записи в этих целевых системах. Чтобы системы полноценно функционально работали, часто внедряются дополнительные средства защиты, то есть тоже дополнительные информационные системы, которые направлены на обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации, которая обрабатывается, хранится, передается в целевых системах. Среди таких средств часто внедряют межсетевые экраны, системы IDS, IPS, анализаторы трафика, антивирусные системы, системы DLP, CM, IDM и масса других систем. Тем самым в таком процессе эволюции мы добавляем все больше и больше информационных систем. Вместе с тем в каждой из этих систем есть учетная запись администратора, то есть пользователь, который должен иметь все права по настройке этих информационных систем. Все компании сталкиваются с одной проблемой. Это концепция доверия администратору. Почему-то считается, что если администратор работает у нас, получает зарплату, то он в принципе лоялен к компании. Бывают случаи, когда это не совсем так. Более того, бывают случаи, когда администраторы становятся злоумышленниками по неволе. То есть они даже не знают о том, что они поддались мошенничеству, действиям мошенника, и от их имени выполняются какие-то деструктивные действия. То есть на выходе построения обычного подхода, построения информационных систем, мы получаем такую уязвимость, как концепция доверия к администратору, то есть суперпользователя, которого трудно проверить, трудно отследить, что он делает, и трудно убедиться, соблюдает ли он правила информационной безопасности. Недавно компания Купинг Греколь опубликовала отчет, где такие системы, как CyberArk, признанные одним из лучших. CyberArk выиграла в почти всех номинаций данного отчета. Это и лидерство на рынке, то есть объем продаж, и полнота версий, то есть это возможность функционала по закрытии необходимых задач. Ну и простота в управлении, комплексность, тоже CyberArk на первом месте. Данный отчет открыт, если кому-то будет интересно, мы сможем его предоставить, чтобы вы смогли ознакомиться. Давайте рассмотрим, какие в принципе бывают учетные записи в наших системах. Первая проблема, с которой сталкиваются компании, это так называемые групповые привилегированные учетные записи. То есть во многих системах, например, в Active Directory есть такой пользователь, как администратор. И многие в IT-отделе знают его пароль, потому что от его имени устанавливаются какие-то программы на компьютерах, которые входят в домен Active Directory. То есть, когда мы приходим к заказчику и спрашиваем, сколько у вас учетных записей администратор, админских учетных записей, многие честно признаются, мы не знаем. Есть компании, которые ошибочно пытаются связать количество сотрудников IT-отдела с количеством учетных записей в информационных системах. Это тоже не соответствует действительности. Администраторы заходят чаще всего под одним и тем же пользователем. Возьмем пример, когда заходит администратор, выполняет какие-то деструктивные действия, после себя удаляет журнал событий. И в случае расследования инцидента информационной безопасности, следующий администратор заходит, видит, что журнал событий чист, то есть расследование на этом прекращается. И единственная запись в журнале событий о том, что такой пользователь, как администратор, удалил журнал событий. И когда начинают узнавать, кто владеет учеткой и администратор, то это практически все в IT-отделе. Это может быть 5 человек, 10, 15, 17 и так далее. Вторая проблема – это те учетные записи, от имени которых запускаются определенные сервисы, службы и приложения. Таким учетной записям, пример такой учетной записи является служба Backup. То есть пользователь, администратор, создает пользователя Backup, он знает его логин и пароль. И от имени пользователя Backup создает сервис, который выполняет Backup по какому-то расписанию. После чего сервис успешно работает, все хорошо. И даже если этот пользователь, который создал пользователя Backup, уволился, его учетную запись заблокировали либо удалили, то этот пользователь все равно будет иметь доступ к тем учетным записям, которые он создавал. Например, к учетной записи, которую он создал для Backup-ирования. То есть он же знает логин и пароль того пользователя Backup, который он создал. А этого пользователя Backup никто никогда не заблокирует и не удалит, только потому, что люди увидят, что от его имени создается работоспособность, обеспечивается работоспособность сервиса Backup, чтобы его заново не перенастраивать, не создавать нового пользователя, просто ничего не трогают, ничего не меняют пароли, не блокируют пользователя Backup. То есть даже если человек, сотрудник IT-отдела, увольняется, блокируется его личная учетная запись, никто не может проконтролировать, сколько еще учетных записей с админскими полномочиями он создал, в каких информационных системах, и есть ли у него доступ даже после его увольнения. Решение от CyberArk. В принципе CyberArk предлагает 4 шага для противодействия проблем, связанных с доступом привилегированной учетной записи. Первое, что нужно сделать, это обнаружить все привилегированные учетные записи. Это очень логично. Для того, чтобы контролировать что-то, нужно знать, где у тебя эта сущность, сколько ее и как часто она используется. Без этого знания, без этого понимания контроль над учетными записями осуществить невозможно. Второй шаг – это защищать и управлять привилегии в аккаунтах. Доказано, что с переходом от админских прав на права пользователя риск инцидента информационной безопасности снижается в 10 раз. То есть реализация принципа минимума полномочий ведет к снижению рисков инцидента информационной безопасности. Более того, это ведет к снижению обращений в суппорт IT-отдела. То есть меньше обращений, типа я тут что-то нажала, что-то у меня пошло не так, я тут что-то настроила, у меня уже сейчас что-то не работает. То есть если забрать админские права, то случаев я что-то нажал и что-то пошло не так, значительно меньше. Контролировать, изолировать и отслеживать привилегированный доступ. Это очень важно. Собирарк умеет записывать сессии, умеет предоставлять возможность просматривать онлайн сессии. Например, для тех пользователей, которых мы пускаем в нашу сеть, и они являются аутсорсерами, то есть не являются штатными сотрудниками, для них нужен особый контроль, потому что если своих сотрудников еще можно как-то привлечь к ответственности, то с аутсорсингом мы просто подписываем договора, в которых практически никогда не прописана ответственность за какие-то противоправные действия. А если и прописано, то эти действия не отслеживаются и не контролируются. И четвертый шаг, это действительно расследовать использование привилегированных учетных записей. То есть проводить анализ, проводить аудит, какие учетные записи, в каких информационных системах, как они используются и с какой целью. Давайте пройдемся по этому алгоритму из четырех шагов и увидим, какими механизмами владеется Эйберар для того, чтобы реализовать данный алгоритм. Для начала ознакомимся с архитектурой решения. Вместо привычного доступа администратора к целевым информационным системам, которыми могут являться Windows сервера, Unix сервера, Linux сервера, роутеры, сетевое оборудование по протоколу SSH, возможно, какие-то веб-консоли по HTTP, HTTPS, доступу Telnet, SQL, в общем, богатый набор тех протоколов, с помощью которых система CyberArk обращается к целевым системам. То есть пользователь открывает интернет-браузер, вводит туда IP-адрес, либо доменное имя системы CyberArk, у него открывается консоль, он авторизируется в консоли, и система ему говорит, «Окей, я вижу, ты такой-то, такой-то пользователь, в данное время ты можешь подключиться к вот этому серверу с часу до двух, в пятницу вечером ты сможешь подключиться к базе данных, но только для того, чтобы сделать бэкап и ничего больше». И так далее. То есть единая точка входа для всех администраторов переносится с целевых систем на систему CyberArk. Идея заключается в том, что пароли к информационным системам хранятся в цифровом хранилище, в АУД. Это компонента системы CyberArk. То есть никто, можно настроить так, чтобы никто, кроме самой системы CyberArk, не знал пароли к конечным информационным системам. Таким образом, пользователи не ходят напрямую по привычным им протоколам доступа к информационным системам, просто потому, что они не знают пароли. Тем самым мы ограничиваем и ограждаем пользователя от конечных информационных систем. То есть пользователи, администраторы не переносят вирусы, зловреды на конечную информационную систему. И на логическом уровне, на уровне сетевом, можно вообще, в принципе, этот доступ к информационным системам закрыть даже от администраторов. Пожалуйста, логиньтесь на систему CyberArk, а оттуда уже получаете доступ к информационным системам. Возвращаясь к алгоритму, первый шаг, вспоминаем, это обнаружить все привилегированные учетные записи. У CyberArk есть механизм отслеживания привилегированных учетных записей. Это auto-discovery. То есть, в принципе, CyberArk может просканировать системы на предмет выявления учетных записей, которые в этих системах присутствуют. Почему это важно? Распространенной проблемой стало наличие скрытых учетных записей в системе. То есть, вендор железо либо программного обеспечения часто оставляет лазейку для самого себя, чтобы, допустим, сбросить пароль администратора либо еще для чего-то. То есть, вендор, производитель, он, в принципе, бывают случаи, когда в документации не декларируется наличие какой-то учетной записи, несмотря на то, что она, в принципе, есть. И мы с этим часто сталкиваемся. Первое, что мы делаем, это действительно идем по этому алгоритму, где обнаруживаем учетные записи и вот видим, что в некотором железе и в оборудовании есть эти учетные записи. Понятное дело, что на всех железках они одни и те же. То есть, один раз обнаружив эту учетную запись, в принципе, зная, что еще какая-то компания купила такое же оборудование, мы можем просто использовать эту учетную запись для доступа к настройкам данного оборудования. На выходе первого шага можно сформировать отчет, который покажет нам, во-первых, все учетные записи в системах, удовлетворяет ли пароль политики по сложности, по частоте смены пароля, меняется ли политика вручную либо автоматически, потому что не все системы могут принуждать пользователя менять пароли в информационных системах. А администраторы – это самые злостные нарушители политики по смены пароля. То есть, администраторы очень редко меняют собственные пароли, объясняют это тем, что они администрируют там 10, 15, 30 информационных систем. В каждой из систем им трудно подключаться по разным паролям, поэтому они чаще всего подключаются по одному и тому же паролям во все 30 информационных систем. Ну и менять пароли в этих системах им тоже достаточно трудно. Поэтому вот такая прослойка, как привилегированные пользователи, они являются в основном нарушителями политики информационной безопасности. Также в отчете можно увидеть следующая дата смены пароля, если это one-time password. Кстати, в такой архитектуре, как было предоставлено на предыдущем слайде, можно реализовать принцип single sign-on. Администратор пришел с утра, в 9 утра он залогинился на систему CyberArk, ввел второй фактор аутентификации, то есть доказал, что это действительно он, ну и система ему предоставляет доступ ко всем информационным системам, которые он должен администрировать. То есть ему нет необходимости логиниться в каждую из информационных систем отдельно. Защищать и управлять записями. Это второй пункт нашего алгоритма. содержит он несколько простых вещей. Во-первых, нужно убедиться в том, что пароли, которые хранятся в информационной системе, они хранятся безопасно. Если мы все сводим к единой точке входа для администраторов, то понятное дело, что нам нужно контролировать только одну систему, это системность CyberArk. Теперь про саму систему. CyberArk в основе ее лежит цифровое хранилище, это запатентованная технология, которая разработана специально для безопасного хранения данных и передачи информации. То есть некоторые банки используют чисто компоненту хранилища, не только как хранилище паролей, но и как хранилище конфиденциальных данных и для обмена между собой информацией о транзакции банков. Дополнительные шаги, которые стоит сделать, это внедрить принцип минимума полномочий с системой CyberArk с появлением нового функционала. Это достаточно просто. Мы даем минимальные права и на запуск определенных служб, сервисов, на доступ к регистру, на запуск команды судо, на повышение полномочий мы просто разрешаем определенные вещи. То есть пользователь может сидеть с урезанными правами, но для некоторых задач ему эти привилегии повышаются. Но не до уровня администратора, а до уровня пользователя с определенными привилегиями. Третий шаг в нашем алгоритме это контролировать, изолировать и отслеживать. Что может CyberArk? CyberArk может предоставить возможность отслеживать онлайн действия администраторов. То есть, например, можно сделать таким образом, чтобы администратор запрашивал у офицера безопасности доступ к информационной системе. И офицер безопасности предоставлял этот доступ, но при параллельном онлайн-просмотре. То есть администратор выполняет ту функцию, которую он заявил, что будет выполнять. Например, настройка фаервола. Офицер безопасности видит, что он настраивает фаервол. Но кроме этого, администратор начал менять пароли на фаерволах. При этом офицер безопасности может в тот же секунду терминировать доступ администратора. То есть закрыть ему доступ и при следующей попытке входа администратора этот доступ не предоставлять. Таким образом контролировать онлайн действия администратора. Более того, если нет возможности отслеживать, следить за пользователем онлайн, можно действия администраторов записывать. Есть возможность записи для Windows-системы, то есть фактически движение мышки, какие окна он открывает, так и текстовая запись доступна. То есть все, что записано в командной строке Windows или Unix-системы. Изолирование – это еще очень важный момент. Почему? Потому что атаки сейчас происходят в основном через социальный канал. То есть к администратору втираются в доверие, на LinkedIn-е находят его должность, видят за настройку какого сервиса данный администратор отвечает, обмениваются в социальных сетях какими-то ссылками, вложениями, заражают рабочую станцию администратора. И еще одна проблема заключается в том, что администраторы часто сидят с правами администратора на своих рабочих местах. Поэтому очень легко заразить всю корпоративную сеть, потому что какой-то эксплойт, вирус, переданный на рабочую станцию, он тут же запускается с правами администратора и часто с правами администратора домена. То есть это пример взлома компании Mitsubishi. Взлом происходил с одной рабочей станцией, были украдены коммерческие планы, финансовые отчеты. И данную атаку не могли выявить на протяжении нескольких месяцев. Представьте себе, сколько, какие потери финансовые понесла компания Mitsubishi за этот период времени. Да еще и потом восстанавливать репутацию, что тоже влечет за собой определенные финансовые потери. И четвертое, что обязательно стоит делать, это расследовать инциденты в реальном времени. Система CyberArk – это не закрытая коробка, это решение с открытыми API. Система интегрируется с тикетовыми системами, то есть если увидели, что что-то пошло не так, как можно отправить суппорту на доработку, можно отправить в своей технической службе закрыть какую-то уязвимость, можно интегрировать с CM-системами, системами по сбору и менеджменту журналов событий. То есть это не замкнутая система, а система, которая как пазлик гармонично вливается в общую концепцию безопасности. Что касается нового функционала, был у CyberArk компонент, была компонента по реализации принципа минимума полномочий или полномочия по требованию для Unix-системы. То есть вплоть до того, что мы можем прописать белый список команд, которые может запустить администратор на целевой информационной системе. Также появился функционал и для Windows. Очень богатый, то есть можно очень гибко, вплоть до какой файлик запускаем, какую службу запускаем, с чего имени, доступ к реестру, регистру масса. То есть весь доступ, который реализован в системе Windows, и вот можно контролировать. Что касается преимуществ использования системы CyberArk в серверах баз данных. Система CyberArk помогает изолировать действия Database Administrator. То есть весь аудит переносится с серверов баз данных на систему CyberArk, потому что DBA подключается к системе CyberArk. Там происходит полное логирование его действий. Очень легкий поиск по активностям Database Administrator. Даже если они отправляют какой-то запрос select зарплата с такой-то и такой-то таблицы, очень просто в веб-интерфейсе нажать кнопочку поиск, вбить в поиск слово salary, там зарплата, и увидеть видеоролики, найденные видеоролики, в которых фигурирует где-то это слово. То есть включен модуль OCR, который распознает текст в видеоролике. И на выходе система CyberArk вам скажет, что да, вот на такой-то минуте, на такой-то секунде слово зарплата фигурировало в окне при доступе администратора. тем самым вот таким образом перенеса аудит на систему CyberArk серверов баз данных, мы не убиваем производительность, потому что вы знаете, что означает включение аудита на сервере базы данных. То есть не убивается производительность, контролируются только те пользователи, которых нужно контролировать, обычных пользователей с минимальными полномочиями можно пускать напрямую. Производится легкий поиск, то есть на самом сервере базы данных ничего не индексируется, то есть не хранятся избыточные информации, которые помогают в поиске, то есть это необходимо снимается, то есть никакого мусора не хранится на сервере базы данных. Что касается проблемы виртуализации, тут тоже подход достаточно гибкий, потому что можно предоставить администратору доступ как на консоль HyperWizard, так и на виртуальные машины, которые крутятся на нем. То есть в принципе администратору HyperWizard, который должен обслуживать работоспособность самой системы серверной виртуализации, можно ему закрыть доступ к гостевым машинкам, которые крутятся на этом HyperWizard. Это очень важно, потому что это в корне меняет подход к конфиденциальности и реализуется принцип минимума полномочий и исключаем такие неприятные ситуации, когда администратор HyperWizard перегружает, либо удаляет, либо копирует виртуальные машины, которые крутятся на HyperWizard. Опять же, мы даем ему только те полномочия, которые необходимы для обеспечения нормального функционирования системы серверной виртуализации. Ну и четвертый шаг это расследование использования привилегированных записей в режиме реального времени, о чем мы уже говорили. Слайд направлен на то, чтобы отложилось в памяти, что система CyberArk интегрируется например с CM-системами, с самыми популярными. На этом слайде представлены три, но готовых модулей по интеграции уже достаточно больше, там и Splunk, и IBM, то есть все равно все происходит по протоколу Syslog, на данный момент протокол Syslog поддерживается чуть ли не всеми системами CM. То есть повторюсь, CyberArk это не какая-то коробка закрытая, это система, которая помогает реализовать определенную концепцию, то есть закрывает какой-то свой сектор, но не является панацеей от всех бед. Что касается стандарта PCI-DSS, то есть есть ряд требований, которые она закрывает, есть у нас документ, если кому-то тоже будет интересно, сможем предоставить список тех требований, которые закрываются функционалом системы CyberArk, их достаточно много, я сам удивился, когда прочел этот документ, потому что достаточно широкий функционал, но опять же, это не решение для всех бед, то есть система живая, система дорабатывается, система интегрируется с остальными информационными системами. И как заключение, последний слайд, все же, как система помогает защититься от угроз, связанных с инцидентами информационной безопасности при доступе администраторов, то есть чаще всего угрозы направлены на четыре объекта, это хост администратора, хранилище, на саму систему, к которой администратор подключается, и на то, чтобы вклиниться в сессию, перехватить ее, либо просто прослушать, и так далее. Я не буду проходить по синеньким квадратикам, то есть в них описан, за счет чего система закрывает данную уязвимость. Эта презентация будет вам отправлена, вы сможете спокойно я еще раз прочесть, ознакомиться, и если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, мы сможем связаться по почте, по телефону, скайпу, и обсудить нюансы функционирования данной системы. На этом моя часть заканчивается. Если есть какие-то вопросы, можете их написать в чат. Пожалуйста. Спасибо и вам. Спасибо и вам. что нашли время. Если данное решение вызвало у вас интерес, мы можем продемонстрировать. Ее у нас развернут стенд, мы можем сделать сессию, можете приехать к нам, мы можем приехать к вам, можем развернуть у вас, то есть можем пощупать, увидеть гораздо больше, чем теоретическая часть, изложенная в данном вебинаре. Это всегда интересно, всегда захватывающе. Спасибо вам за внимание. Контактные данные будут отправлены в сопроводительном письме после данного вебинара. Вы сможете с помощью этих контактных данных с нами связываться, общаться. был рад всех вас видеть. До свидания. Субтитры